На холод в помещениях общежития и учебного корпуса Краевого лицея и интерната ЗАП-ТВ пожаловались беспокоенные родители учеников. Сообщать куда-либо об этой проблеме они не рискуют. Боятся, что после этого их талантливых детей попросту отчислят. Сами школьники о жизни и учебе в выстуженных после каникул помещениях пишут в соцсетях. Мы мерзнем сильно в обуви, в свитерах и все равно мерзнем. На уроке сегодня гелевая ручка замерзла и писать перестала. И отправляют фототермометров из классов. В течение недели котельная едва держала температуру в диапазоне 11-15 градусов. Проверить, соответствуют ли это действительности, нам не дали. Вас никто сюда не приглашал. Вы почему не понимаете? Мы это прекрасно понимаем. Ну а в чем тогда проблема? Вот в этом коридоре сейчас ощутимо холодно. Выйдите на улицу, пожалуйста. Вы можете показать нам хоть один термометр? Я вам внизу показал термометр. Но это внизу, а вот наверху, где ребятишки... Нету здесь термометра. Давайте выйдем. Можно подумать, что в классах и правда не жарко. А ты почему в перчатках? Потому что холодно. Иногда я их снимаю на уроках. В кабинетах теплее, но в коридоре сидят холоднее. В региональном Минобразовании в ситуацию внесли ясность. Оказалось, что больше двух недель ученики мерзли сразу в трех учебных заведениях края. Все из-за долгов перед управляющей компанией. Что с сентября месяца мы им не проплачивали деньги, хотя вопросы поднимали эти. И у нас было письмо предупреждение о снижении температуры теплоносителя ввиду того, что запасы угля минимизированы вообще за последние дни. Некомфортная температура в данных образовательных учреждениях. Нам было перечислено 1 миллион 600 тысяч. По 500 тысяч мы дали на училище торгово-кулинарное, 500 тысяч мы дали на гимназию. Вчера деньги, ой, на лицей. Деньги вчера были переведены. И 600 тысяч были выделены краевой кадетской гимназией. Сегодня труба котельной, отапливающей краевой лицей-интернат, бодро дымит. В помещениях утвержденные нормами температуры. Однако гарантировать, что ситуация не повторится, а столбик термометра не поползет снова вниз, Минобор не может. Ведь с управляющей компанией рассчитались только за сентябрь и октябрь.